вообще кроме меня популяризация никто не занимается черт побери разве нет жареным жареным ради бога таким то есть я тоже могу дать перчинку в силу профессии я представляю у кого сколько футбол это бизнес но если ты хочешь играть в футбол ты можешь и не поесть я глупит еще дракон да вот только приехал с мрк разрыв связок нужно операции и где а Продолжение следует... Мы представляем лицо Федерации футбола Белорусской. А вот еще такой момент. Официальный матч. А когда вы приезжаете в сборную, есть какой-то трудовой договор, что-то еще, что обеспечивает вас на этот период? Нет, никогда такого не видел, чтобы мы что-то подписывали. Но я думаю, Федерация всегда должна быть. Я не могу представить, что Федерация не заинтересована в том, чтобы ее игроки быстрее лечились, как-то получали какое-то лечение адекватное, быстрое, качественное. Для меня это будет удивительно, если этого не произойдет. А в клубе как восприняли эту новость или еще не звонил в клуб? Я сказал доктору, тоже они ждут результаты. Я ему сейчас отправил, буду решать. Ну, по сути так, что должна Федерация сделать лечение. Если они уже как-то там не пойдут мне на встречу, то буду с клубом уже разговаривать, чтобы клуб как-то посодействовал в этом вопросе. Но в любом случае такого варианта нет, что будешь за свой счет лечиться. Есть, почему? То есть есть вариант, что ты просто возьмешь? Если Федерация откажет мне, да, клуб откажет, я поеду за свой счет в Италии. А что там в Италии лучше, чем у нас? Ну, не в Италии, может, в Германию. Ну, да, я узнаю, что летают еще и в Германии. Да, может, я в Италии в Рим, да? Я в Италии был, да. В Илла Стюарт, кто-нибудь здесь. Наш топ-клуб, флагман белорусского футбола, Анатолий Анатольевич Хабский, покойный. Он всегда к этому относился очень скрупулезно. И любое повреждение он отправлял футболиста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавляйте в этом аспекте Есть такой плацдарм, где мы можем расти Даже в этом возрасте, в котором я нахожусь Игроки, кому уже за 30 А еще хотелось бы, когда говорим про боление Спросить, почему у нас, когда полный стадион, люди недовольны, говорят, пришли, допустим, если говорить о недавних матчах на немцев Когда не полный стадион, но, например, те люди, которые вчера были, да, согласна, что не было вот прям такого единения, когда гимн пели Но лично мне казалось, поддерживали не очень достойно Ирландцы покричали только в начале, пусть и организованно, и в конце, когда уже выигрывали Дальше фан-сектор Ирландцев, я даже специально за этим наблюдала, они молчали, да Наши старались, наверное, их очень задела вот эта вся шумиха после слов Нойера, да Зрители трибуны старались Но вот все равно всегда есть какое-то недовольство Почему вокруг нашего футбола одно недовольство? У нас был вот только проблеск какой-то радости, когда мы вышли, заняли первое место в Лиге Насы, да Какой-то вот был немножечко проблеск радости И тут же такое ощущение, что публика прям ждет, когда кто-то оступится, чтобы наконец-то вылить уши от грязи Мы не хотим искать положительного Есть такой момент? Есть, но это все идет, как говорится Я не знаю, таких азов, как, знаете, позитивная ментальность мышления именно нашего народа белорусского Когда на улице ты видишь людей, которые проходят и не улыбаются Либо на дороге, когда люди ведут себя как-то агрессивно и просто не понимаешь, почему, я не знаю Это у нас, ну, есть такая проблема именно общенационального масштаба такого Могу привести пример Казахстана, я сейчас там был два года, когда вас играл, мне очень приятно удивили болельщики, как относятся Ну, не только болельщики, просто именно как нация казахов относится к людям, к себе Они постоянно там где-то собираются во дворах, там общаются, улыбаются, веселятся На дороге нормальные отношения, никто никому, там какие-то слова через окно не кричит, как рыба в аквариуме, там что-то пикает, кого-то подрезит Ну, есть такое, ну, нет, там тоже бывает, ну, меньше, чем у нас И после того, как я там проиграл, и болельщики с такой любовью ко мне до сих пор относятся В инстаграме постоянно пишут, там где-то фотографии там со сборных, там где-то какой-то успех, может даже поражение, они постоянно там какие-то слова поддержки присылают, видео записывают Ну, реально, у нас такого нет, я не знаю почему, но это у нас кроется, наверное, именно в менталитете нашей Вот очень хорошо ты затронул сему, прям сразу два моих вопроса срубил И очень-очень хочу про это спросить, про Казахстан, да, я посмотрела твой инстаграм, завел ты его не так давно И действительно, там казахи реально активничают, и там фотографии какие-то общие с этими болельщиками есть И вот мне очень захотелось спросить, и не то чтобы провести параллели, но услышать твой какой-то комментарий Я очень хорошо помню матчи, Селси Кастана сама его смотрела, да, когда Постникова был, автогол, хорошо нам известного, да, и у тебя, к сожалению, тоже тогда он случился И как отнеслись к этому казахи тогда, если вы крупно проиграли, да, ну, тот автогол твой, допустим, ничего уже не решал-то по большому счету, был и в конце Но, тем не менее, неприятный эпизод, я думаю, с этим не поспоришь И вот не тот недавний матч в отборе, да, весенний, когда обрезка и куча критики, как будто бы один Игорь Шитов проиграл весь матч Но мне кажется, что вот есть в этом разница, вот как было в Астане, как было у нас Как у нас мы слушали, как там? Я не могу сравнить, потому что я в последнее время пытаюсь не читать Ну, очень редко захожу на порталы, вот эти спортивные, тем более комментарии Мне больше, если комментарии какие-то приходят, то только от близких людей, ну, там, может, друзей по команде Может, кто-то что-то скажет, а там кто-то написал что-то Либо от мамы, я маме категорично запрещаю все это читать, потому что она мне это рассказывает Я чуть болезненно отношусь тоже к этому, поэтому ограждаюсь от этого, не знаю, информационного яда, можно так сказать Поэтому... Скажем, хочу про Инстаграм спросить Да Зарегистрировался только в мае 2018-го, первого публикации Да Почему так поздно? Ну, то есть некоторые уже прям годами его ведут Ну, я тогда, наверное, с Астаной заканчивался контракт у меня И болельщики просили, чтобы я вел активнее именно Инстаграм Они знали, что я ухожу, и они попросили больше активности Больше пожеланий болельщиков казахов, ну, остальные, чтобы я вел Инстаграм Честно, даже не могу себе представить, чтобы у нас попросили болельщики вести у кого-то Инстаграм Я еще к слову, к чему? К твоему аккаунту там чуть-чуть больше года И там 2-300 подписчиков, ну, больше 2 тысяч А поскольку, ну, в силу профессии я представляю, у кого сколько, у нас очень мало подписчиков Ну, правильно, потому что вы между собой все футболисты общаетесь Если вдруг случается ситуация, тебя не отправляют в ту клинику, в которой тебе удобно лечиться, да, другие тоже знают В следующий раз, когда будут ехать в сборную, это касается больше возрастных игроков особенно Да, они 10 раз взвесят, а стоит ли рисковать своей клубной карьерой Ну, у молодого есть немножко такое желание, да, засветиться на международном уровне, себя продать, да У взрослого игрока уже все сделано, да, уже нет желания куда-то себя продавать Главное, стабильность, семья и все остальное, да И ты тысячу раз подумаешь, ехать ли в сборную, потому что риск травмы, и потом у тебя нет никаких гарантий Конечно, 100%, так и будет, я думаю В Полоцке футбол, еще когда я начинала в журналистике, он худо-бедно там что-то барахтался Нет, любители играют Почему в Полоцке так все плохо, знаешь, бываешь там? Ну, сейчас же вот новый президент приходил к нам перед играми в Германии и Ирландии Говорит, мы приезжали там в Красносельский, там или Волковыск, наверное Там поле строят, где-то еще на родине Юрия Ковалева А где Юра Ковалев родился? Ну, какой-то город, я забыл, Нака, как-то, может, Могилевский, да? Ну, мы можем загуглить Интересно просто На его родине, говорит, поле мы строим Ну, маленькие такие площадки, именно рядом с средними школами общеобразовательными Я думаю, ну, потихоньку двигается федерация в том направлении Я надеюсь, может, и убежден, придет и в Полоцк такой праздник, подарок от федерации Но дело в том, что там неплохое поле, это на самом деле Я там была Не на самом футболе, да, стадион Спартак И там рядышком есть и коробка с искусственным Да, и само поле Просто, конечно, оно уже бесхозное, неухоженное Хотя я была-то года 3-4 назад Вот Ну, другое дело, что поддержки команде нет То есть, вот, вроде бы, большой город, но у него нет команды Вот сейчас клеск снимается из-за отсутствия финансирования Ну, сейчас у людей, не знаю Ну, больше проблем бытовых, чем Зачем какие-то проблемы решать спортивного характера Футбольный клуб Потому что, там, у мэров городов другие проблемы Ну да, о чем можно говорить, если в Википедии про Юрия Ковалева даже не указано место его рождения Мы не узнаем, если не посмотрим достоверно, где там строят Ну, так, а вот про проблемы, кстати В некоторых странах я вот хорошо помню, когда однажды была на семинаре Рассказывал представитель сборной Бельгии, как они там все возрождали, какое было движение Мы же с тобой примерно одного поколения 2000-й год, по-моему, да, когда объединенный чемпионат Европы был Голландия, Бельгия И тогда бельгийцы просточились на этот чемпионат Европы только благодаря тому, что они были хозяевами Теперь сборная Бельгии в топе Люди тоже не ходили, но устраивали какой-то массированный движ Тоже брендирование сборной было проведено, как у нас Белая Крыла Просто люди задачу оформили и с этой задачей двигались, да А не так, сегодня один пришел, придумал, другой пришел, все плохо То есть, ну, ломать, не строить, да Но я к чему это веду? Ломать, не строить, это понятно Люди, если у них что-то где-то, ну, не так Всегда ищут, на что отвлечься Ведь футбол это во всем мире способ отвлечься от чего-то бытового плохого А у нас футбол это способ, как будто бы выкачать из кого-то деньги Ну, есть же такое У нас все время, если касается дела футбола, разговора о футболе Очень часто сразу же вот параллельно равно деньги, да, там слэш, знак равно Ведь никто не думает о том, что это тоже способ хорошо отдохнуть, хорошо провести время В конце концов, здоровый образ жизни, если говорить о детях Ну, да, есть такое Ну, получается, власти, когда строят там какие-то стадионы, площадки Они это вещают и говорят, что действительно нужно расти детей Но потом, когда мы доходим до каких-то региональных команд, у нас сразу денег нет Ну, это, наверное, вопрос с воздух, да? Да я не знаю, ну, это... Это просто потому, что на болевшем мне, кстати, полоцкие частенько пишут Да? Да, серьезно, они пишут Меня приглашали еще, когда там команда загибалась Потом они меня приглашали, там сейчас они где-то на области выступают Ну, таких команд много, ну, по всей Белорусской, нет? Ну, так это и печально Ну, так это печально, когда у нас команда из второй лиги И так не до комплекта в этой второй лиге И она еще по ходу чемпионата снимается Ну, это все зависит от чего Этономической ситуации в стране, нет? Ну, мне кажется, еще и от того, что люди немножко ждут, что им кто-то должен что-то принести Вот у нас была ситуация То есть кому принести? Ну, вот футболисты Руководителя или футболист? Команда, команду снимали с чемпионата Это тоже причинно-следственная связь Это когда, у меня я приведу пример такой Недавно с футболистом общался, когда он говорит Он узнал, сколько, например, у нас в Беларуси получает заработную плату легионер И говорит такой Если бы мне столько платили Я бы бегал в три раза быстрее и больше в игре Выкладывался в три раза больше Но они не понимают, что Если ты будешь бегать сейчас Покажи, что ты можешь бегать сейчас в три раза больше и быстрее Ты будешь получать эти деньги и даже больше будешь получать Вот некоторые, ну, я не знаю, не понимают это Слушай, как ты рискуешь здоровьем Ну что такое, когда у тебя зарплата тысячи или две Ну это же не серьезно Ну Говорит много И сравнивать там айтишников А сравнить с других И специальности, которые получают в три-пять раз меньше футболистов И работают там по восемь-десять часов Это кого мы сравнили? Ну, сравнить футболистов и другие профессии Которые получают, например, те же учителя Врачи в четыре раза меньше зарплаты Но работают по сколько они? Ну, а сколько футболист работает? Когда тебе... Ты работаешь каждый день Активно и работает два часа Мы счастливчики, футболисты, но это реально Я не думаю Есть, да, есть минус, да, получение травмы Но ты получаешь за это адекватные деньги Которые ты, может, там, заработаешь Удалось тебе заработать деньги Ты понимаешь, что ты зарабатываешь И есть риск Отчитать с листочка ту же лекцию Ну, примерно, да? Всего этого спортсмен себе позволить не может Он в постоянном напряжении Разве не так? Так Это выбор каждого И учитель тоже может, если ему не нравится твоя работа Поменять эту работу Но мы... Ну, в основном люди держатся за то, что зарабатывают А не то, что им нравится Ну, счастливчики в том плане, что можно и заработать И заниматься любимым делом Да, но если ты несчастлив на той работе Которая, например, у учителя Тебе не нравится, ты зарабатываешь Тебе нет возможности покушать качественную пищу Почему тебе не поменять сферу деятельности Попытаться найти свое любимое дело И улучшить свой быт? Ну, тут, наверное, опять мы вернемся к менталитету Когда считаешь, что кто-то кому-то должен И кто-то должен принести Прям очень растиражировали все СМИ Твое высказывание вчерашнее Что как будто бы Криушенко попрощался с командой После этого Ну, я не знала, что ты сказал моим коллегам Я пошла на пресс-конференцию Сидит Игорь Николаевич, значит, и говорит Что, ну, задача стоит прежняя Выход в финальную часть У нас еще вот там с грузинами игра Ну, я, конечно, не дословно передаю, но суть в этом Да, и что, ну, как бы я никуда не собираюсь Так он прощался или он никуда не собирается? Я потом с ним поговорил на эту тему Потому что я тоже прочитал, что он сказал Ну, просто он попрощался с нами именно с этого сбора А я вам подкинул такой жареный чили перчик Не, ну, потому что все такие, да Все, да, реально, когда я сказал Серьезно побежали к Игорю Николаевичу Потом я говорю, Николаевич, значит, мы не так вас поняли Ну, либо я просто в душе там стояли Что, ребята спрашивают, что Николаевич попрощался с нами? Он просто так это грустно сказал Такие слова, когда говорят на прощальном собрании Хороший коллектив у нас, надо быть, будем добиваться хороших результатов То есть он еще планы строил? Нет, хороший коллектив Нет, не строил, это я так сейчас там добил А, то есть планы он не строил? Хороший коллектив, спасибо за самодачу Но он-то грустно это все сказал Ну, конечно, тренер только что проиграл матч, который вот не хватило нескольких минут Ну, просто вернусь к тому, что ты говорила И ходили слухи, что 4 очка Ладно, там не 4, 3, да, с Ирландии надо было по-любому брать Просто, ну, все знали об этом Ну, все это слышали, ну, то, что знали Ну, слух этот слышали, да, что нужно 3, там, обыграть Ирландию уже после Германии И мы проигрываем, и Николаевич так говорит И я подумал И потом все подумали, что он попрощался с нами Хотя конкретно не сказал, а я ухожу Ну, значит, мы так как-то... Он просто прощался до осени Да, да, да Да? А у нас, получается, мы сидим на пресс-конференции Задают вопрос Я же не знаю, слышал тот или не слышал человек, который задавал вопрос от тебя Твои слова И он говорит, нет, никуда не собираюсь А потом я читаю И Кривушенко попрощался Я думаю, где была я в этот момент Вроде бы видела, как ты уходил к моим коллегам общаться Да? И видела Игоря Николаевича И не поняла Ну, видимо, да, мы немножко недопоняли Да И мы его недопоняли, значит Когда он, ну, сказал это Ну, Игорь Николаевич такой интеллигентный, да? Да Вот он всегда Я вот заметила Сколько бы ему не задавали неудобных вопросов Он всегда сдержан Он никогда вот не позволяет себе переходить какую-то границу Отдохнуть? Нет, тут не добегу Нет, я ветеран, мне можно От этого надо отходить И нам надо ограждать тоже от этих всех слов нас Потому что я считаю, в наше время Когда есть много условий продлевать здоровье, физическое состояние Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Подойти и сказать уже какие-то вещи, которые мы видим, а он не видит Может, что-то бы изменил Поэтому такие люди должны быть Потому что, ну, это обратная связь с тренерским штабом Ну, лично, если вот мое мнение высказывать Мне кажется, все равно смена поколений должна проходить постепенно Вот резать, это всегда самое простое, но не всегда самое эффективное Ну, кто-то так пробовал когда-то сделать Резать? Ну, в сборных Нет, я такого не видела Все время происходит постепенное омоложение Ну, если ветеран может сильнее этого футболиста, там, помоложе Почему тренер будет, не знаю, когда ему дают год-два на решение задач Он будет как-то делать себе хуже от того, что... Ну, смотри, есть еще просто такое... ...на евро, если мы на него попадем И с грузинами они тоже не могут сыграть Потому что они старые, ну, немощные Потому что ветераны для этого и живут той мечтой, чтобы попасть на Евро 2020 И пытаются все делать для того, чтобы всегда быть в сборной Ну, поддерживать свой уровень И для того, чтобы к этому времени, имея такой шанс сыграть с Грузией Обыграть их и еще одну игру выиграть Ну, только это нас и мотивирует Это как мечта у нас в голове такая, чтобы больше профессионализма было у нас в спорте, в жизни, в быту Я это скажу на камеру, у ветеранов тоже есть мечты Они у них есть, они не доигрывают И, кстати, когда я про ветеранов спрашивала, Игорь так нервно застучал кроссовками Я вот что хотела спросить У нас же в журналистской среде, нет-нет, мы общаемся где-то с футболистами И всегда у нас есть какая-то характеристика футболистов Этот говорящий, этот не говорящий Кто-то говорящий с кем-то отдельно Кто-то там с кем-то хорошо дружит с журналистами, контакт складывается Вот если речь касалась Игоря Шитова, мы же откровенно сейчас разговариваем Особенно раньше это всегда было Всегда было такое, что непростой, заносчивый Я вот сама очень хорошо помню эпизод Стоит автобус, сборную еще тогда тренировал штанги Да, это его вот уже прям финал карьеры в Беларуси был И стоит Игорь Шитов, который так отчитывает какого-то чудака По-моему, он тогда на голос уже работал Насколько ты тогда был требовательным, сейчас требовательный? Отчитывал кого? Журналиста, что-то он не то написал И прям ты очень-очень зло с ним разговаривал И я это очень хорошо запомнила Я с тех пор очень вся даже боялась Да ладно? Да серьезно Я не помню, если честно Ну, может, наверное, было такое Ну, что-то он не так интерпретировал, что-то не так вы договорились Ну, конечно, когда ищут, может, я не знаю, та или эта ситуация, или не та Хотя это при Берди Это было лет, это была теплая пора года Или Берди, не знаю Он не работает сейчас на трибуне, этот парень Да А, с трибуны Не помнишь, да, эту ситуацию? Ну, в общем, насколько ты можешь читать журналиста, да? Насколько ты можешь читать журналиста, да? Ну, чуть-чуть я изменился, я думаю Изменился? То есть уже не такой? Да, ну, пишут, ты пишут Ну, я понимаю вашу уже работу Нет А тогда не понимал? Тогда нет Я думал, это было так Тогда всегда принимал как личностное такое Чтобы что-то как-то наградить То есть если где-то чего-то не того я смонтирую, уже не будешь отчитывать? Да, я понимаю, для чего вы работаете Скажи, пожалуйста, что не сложилось в московском «Динамо»? Потому что переход тогда был очень сладкий Всем было прям так Ну, ладно, всем Я всегда вообще радуюсь, когда люди идут на повышение Из белорусского чемпионата У тебя все здорово получалось в БАТе Переход в московское «Динамо» Почему там не получилось еще дальше шагнуть? Потому что на тот момент у меня, наверное, была мечта чуть ниже, чем московское «Динамо» Если бы я мечтал на то время о топ-клубе Ну, да, в голове держал, хочу играть в Европе, в Англии, в Барселону Реально надо строить, ставить большие мечты За это никто на расплату не берет Поэтому если ты даже не добьешь ее И добьешься там на один процент, то это уже будет реально большое достижение Я тогда не мог мечтать, что я могу перейти в тот клуб И поэтому для меня это было как-то шоком И, может, я этих футболистов видел по телевизору Думали, что это просто нереальный какой-то хай-класс И ты попадаешь в эту атмосферу Не хватило именно уверенности в себе тогда Что прийти и ты можешь играть рядом с такими футболистами на том же уровне, как и они И никого не было рядом, чтобы вот направить Ну да, чтобы кто-то подсказал где-то И это отличалось, да Потому что это легионерский уже опыт И тебе не будет там тренер тот же, да Главный тренер не подойдет и не скажет тебе, что тебе нужно улучшить Когда в Беларуси, ну, Виктор Михайлович Ну, все тренеры, ну, когда работают со своими игроками Они могут подойти и сказать Там этого нет И это реально был опыт И надо было брать Самому идти Спрашивать, почему Что вам не нравится в моей игре Что мне нужно делать по-другому Не было обратной связи Еще раз уже И поэтому как-то чуть-чуть затухло А когда один месяц не играешь, второй месяц не играешь Потом тебе говорят, иди, сыграй за дубль А ты думаешь, блин, какой дубль? Я тут игрок национальной сборной Ну, это опыт И я не жалею, что он есть Я знаю, я могу поделиться сейчас Например, если кто-то подойдет молодой Что ты можешь мне посоветовать Именно в той ситуации, если я приеду в какой-нибудь российский клуб Что нужно делать для этого Теперь уже жалеешь, что там не сложилось так, как оно могло бы сложиться Сейчас, с теперешними твоими мозгами Не жалею Если бы той ситуации не было, у меня таких мозгов сейчас не было Ну реально, да ничего жалею Что не делается все к лучшему Да, это опыты Я благодарен, что у меня этот опыт был И у меня сейчас есть понимание того, что нужно делать дальше С Астаной у тебя был хороший опыт Ну а Астана чемпион Казахстана Выиграл несколько титулов Групповая стадия Лиги Европы дважды, да, если я не ошибаюсь Да Две Да А вроде бы там ничто не предвещало твоего ухода Ну там своя политика Не буду, вы же на Казахстане работаете, нет? Ну если они возьмут, они и возьмут Да Мы никого не закрываем Я не боюсь, могу сказать Ну там своя политика, как бы подробностей не буду вдаваться Ну хотя бы намекни, потому что, ну действительно непонятно было Казалось бы, мы же еще тогда вот снимали, кстати Футбол это бизнес Там это большой бизнес Я начинаю там кумегать, соображать, что к чему То есть и здесь деньги Да, конечно, здесь деньги Ну не знаю, ну может и я, может и себя как-то переоцениваю Играл, играл, да Но тренер там, тренер поменялся тогда Были запланированы изменения в руководстве клуба Поэтому как-то не срослось И может у них, я даже уверен, что они Хотя они взяли 35-летнего защитника Хотя до этого, когда я переходил, мне говорили Это удивительно, что в Астану берут игрока, кому за 30 Никогда такого не было А взяли на твое место еще старший человек А ну тогда можно даже ничего не объявить Ну это было больно Это было настолько больно, насколько радостно было Когда 4-0 Когда все прыгали у бровки Ну те, кто у бровки находились Я лично прыгала Я не могла поверить в такое счастье Я... у нас работал корреспондент там Мы делали сюжет, программу Ну, казалось бы, ничто не предвещает Это прям очень странный момент Продолжение следует... Ну да, если касается каких-то формов Всегда вспоминают этот матч Скажи, все, мы закончили Ну да, начали сейчас анализировать Ладно Я просто... Так что я не могу Что сказать? Ну я сама не знаю, что сказать Ну в этом было очень много странностей Мы тогда в Бресте работали И я просто... Даже никакого намека не было Я была уверена, что 0-4 не отыграть Не то, чтобы Зенит не может отыграть Нет, он, конечно, может отыграть 4 мяча Да, ну вот же Отыграл Ливерпуль у Барселоны Да, то здесь нет ни... Ну и до этого был пример ПСЖ Барселоны Конечно То есть вариант есть Но просто как этот матч сам складывался Если бы он там закончился Допустим, 5-0 Субтитры сделал DimaTorzok Чемпионаты Европы, когда вы с Кондратьевым летали Это... Не с Кондратьевым С Курнениным С Курнениным, да Но с Кондратьевым ты же тоже успел поработать В сборную, да? Да, да Да, потом с Хаскевичем Был Было Ну да, значит ты вообще всех зацепил Да, там же просто был какой-то период Когда немножко не вызывали Ну какие-то травмы Да На пользу ли сборной вот эта вот смена тренеров Каждые 2-3 года? На твой взгляд Если мы не видим никаких прогрессов в рейтинге Наверное, не на пользу Ну с Берндом у нас было все неплохо Теперь уже когда понимают Но ты помнишь, что было у немца такого Вот он говорит, хороший мотиватор был, так? Что он такого умел сделать? Может мы сейчас вот здесь прям рецепт какой-то изобретем? Да Не секрет Мы с ребятами всегда это обсуждаем И всегда с теплотой вспоминаем те времена, когда тренировал нас Берн И каждая тренировка, каждый сбор был Мы приезжали с хорошим настроением Каждая тренировка мы на эмоциях проводили Мы никаких специальных заданий не делали, но мы играли, веселились, резвились Можно сказать, футболисты это взрослый ребенок Что нужно ребенку? Поиграть Песни пели новички Да, поиграть, посмеяться Была раскованная обстановка всегда Он никаких серьезных таких вещей не говорил именно по тактике Там, как, что Одно слово у него было Компакт И мы это все делали И причем играли Ведь ты же был на той игре с немцами, правда, в запасе, да? Когда сыграли до 2 Тоже проиграли 0-2 и волевая победа Да Сейчас, ну, если честно, это представляется чем-то нереальным Даже у Бернда был какой-то рецепт А Кондратьев какой был? Да, мы играли на эмоциях тогда Ну и плюс тогда еще, ну и, конечно, игроки были такие классом, которые играли Много игроков Ну, для людей было обидно Хотя я не понимала Не поняли его и насказания Вот Ведь многие цеплялись тогда Надо убирать этого немца Он нас маленькой собачкой считает Правильно говорил Мы и кусали, и не раз Маленькие собачки кусают И рейтинг тогда был самый высокий, когда он руководил Ну, тогда, да, сам сейчас Рекордный рейтинг до сих пор, да, держался Да А при Кондратьеве что изменилось в принципе? Против, ты не сейчас скажу При Кондратьеве Что изменилось? Ведь там тоже пошел какой-то курс на омоложение Какая-то была тактика И тоже не дали доработать И просто как-то так Как мне казалось, вероломно его убрали В Кондрате, насколько я помню, изменилось тактическое построение Да И оно не пошло Вот это самое, что-то такое ключевое, наверное, было Хацкевич? Ну, тоже пытался нас как-то организовать, объединить Ну, тоже не пошло Игорь Николаевич Игорь Николаевич старается Пытается нас организовать, объединить Да, объединить Разные построения использовать Ну, из политкорректности, конечно, надо сказать, что Игорь Николаевич лучший С нами вчера он не прощался А уж, скажи, вернемся к этому разговору чуть-чуть позже Да, вернемся к этому Ну, оно, действительно, наверное, некорректно действующего тренера обсуждать Действующий тренер, пока он действующий, значит, он заслуживает свою позицию, правильно? Да, правильно В конце концов, мне кажется, еще разочек я вот вернусь к этому осени, да? Когда мы выиграли группу Лиги НАЦИ, да? Субтитры создавал DimaTorzok Немцам Да Да, но у нас же есть какое-то легкое моральное удовлетворение, что кому-то после матча с немцами было больнее Ну, у нас есть такая ментальность, нас ничто так не радует, как неудача соседу, да? Если у соседа сдохла корова, вроде бы как и неплохо, да? У нас-то эта корова живая, здесь, получается, соседи влетели 8-0, ну, так, почти соседи Ну, да Значит, мы когда 2-0 сыграли не так плохо Что ты скажешь про вброс с Нойера? Потому что, мне кажется, иначе как вбросом его высказывание не назовешь Про болельщиков? Да Ну, я объясню свою позицию, да? Потому что ты так изучаешь, она меня пытается подловить или мнение Мы перед матчем общались с болельщиками Немецкими Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видимо, так осмотрелся, в центральный круг выходил, прошелся, все поле истоптал, да? Он там посмотрел, увидел там, говорит, болели не за своих Так ваших много приехало? У вас активные, приехали, купили билеты, кассы, работали? Подписали, перед нами Что же будет поняться? Да, я не знаю, что делали это, в принципе, переодели, где он не сталкивает у Trade Это правильно, они смотрят, они увидели своих кумиров. Может, кто-то, какой-то ребенок, мечтает стать таким же, как и они, игроками хай-класса. Ничего плохого в этом не вижу, но главное, чтобы собирался в стадион. То, что врос, ну, растянул, может, Нойер и переоценил все эти растяжки. Может, те, кто сидел на фан-секторе, они развесили, им дали развесить эти растяжки. Почему там же телевидение тоже работало, видели, поставили студию. Почему наши тогда не ставят студию? На этом мы сейчас углуемся в телеправа. Тот же экран рекламный, вчера же его не было в Северной Ирландии. Это же тоже, получается, привилегия. Это же, получается, что наши не болеют за свою страну. Мы можем делать сбросы, приедем в Голландию, скажем, за нас болеет полстый диалог. Нет, я имею в виду, что где-то в какой-то момент просто не бояться, вот у нас же есть такая вот мягкость, да, политкорректность. Ты боишься того обидеть, боишься того обидеть. А где-то иногда сказать то, что думаешь. В конце концов, возможно, раз сказал, два сказал, а третий раз придут и посмотрят, что за смельчак. Ну, потому что как-то все гладко происходит. Да, ну, нет, мне кажется, мы боимся что-то сказать, потому что читаем сами потом, что наговорил, и потом, что пишут в твой адрес. Не будем читать, будем говорить смелее, высказывать. Нам же никто на улице нас же не встречает, пока не дошло до этого, да? Может, ты сейчас что-нибудь там ставишь в эфир, что-то я сказал кому-то, что ты не понравился. Футбол приносил положительные эмоции всем, так как он и должен приносить. Потому что футбол, это, конечно же, не в первую очередь деньги. Конечно, благодарю. Благодарю за пожелания.